Продолжаем с вами чтение книги митрополита Венина Фетченкова на рубеже двух эпох. Мы читаем с вами главу генерал Врангель. Это было подвергно воскресенье, кажется, 21 марта по старому стилю. По заведенному старым и опытным, богачинным отцом-протереям боженовым обычаю вербы раздавались не на самой Всенышней после чтения Евангелия, а перед службой. Это делалось для того, чтобы избежать беспорядка, шума и толкотни при раздаче освященных верб. В Симферополе, в соборе, наоборот, намеренно устраивали шумное торжество священники. Священные вербы пучками бросали в толпы народа на все четыре стороны, и там поднимался радостный шум. Все бросались, получая, цветую и свежую веточку. Не знаю, откуда такое обычай на юге. Нет грехов ли? Но размеренный, аккуратный, спокойный отец боженов не выносил никакого даже святого беспорядка, установил совершенно произвольный крестный ход вокруг храма, когда тихо и мирно раздавались всем вербочки. А потом началась также спокойная служба. Так было на сей раз. Я, как архиерей, прибыл уже после этой раздачи и началась всеночная. Вдруг в храме раздались невероятные крики, вопли. Точно произошло землетрясение или иная какая-то катастрофа. Женщины и дети от западной стороны храма бросились в диком смятении вперед. Иные скачали в безумном состоянии даже волтать через царские ворота. Никто ничего не понимал. Только все дико кричали. Я вышел на архиерейское возвышение посередине храма. Из всех сил голоса потребовал замолчать. Раз, два, три. Стало тише. Совсем перестать громко потребовал я и запел Царю Небесный. Народ подхватил, успокоился. Службы продолжали. Я зазвал в алтарь церковное старуство. В чем дело? Когда оказалось там при входе, разыгрался следующий скандал. Два офицера-добровольца тоже пришли в храм, но они были совершенно пьяны. При входе они увидели, что все стоят с вербами, а на ступеньках сидел нищий без вербы. Спьяно они обиделись за него. Почему не дали ему вербы? Что им объяснил нищий, не знаю. Но защитникам чести и правда оказалось, что тут виноват и старший, духовенцы и староста, не смея потребовать отчета от священнослужителей, офицеры, направили к свечному ящику, где стоял старост и помощник его. Почему нищему не дали вербы? Что уж староста им ответил, не знаю. Может быть. Он, видя их пьяными, сказал им что-нибудь горькое или даже замечание. Но только они вынимают из кобуры свои револьверы и угрожающие направляют их на староста и других лиц у ящика, будто с намерением тоже расстреливать их. Эту картину видели ближайшие богомольцы и пришли в неописуемую панику, которая передалась немедленно всем. Офицеры уже ушли. Я записал официальную жалобу на такой дебош и послал ее старшему генералу Драгомирову. Ответа не последовало. Но после и я подумал, что не нужно было мне поднимать эту историю. Тут не было злого умысла или сознательного кочунства, а просто все случилось по пьяному делу. В басне Крылова про повара Гарматея тоже было сказано, что у набожных был правил, а в этот день по куметризму правил. А по всему случаю напился пьяным. Но он делал выговору коту совершенно приятельски, не пугая кота. Так что тот продолжал и при поваре убирать курчонка. А тут устроили целый скандал. Разве что одно можно было поставить в изменение боровольцев, они потеряли почти все. Армия, вооружение конница, завоеванные области, все, все было утеряно. По неволе можно перейти в отчаяние. Они отсюда очень близко и до безобразия. Все равно теперь. Но и тут они, однако, не забыли Бога, а пришли таки в храм. Завтра большой праздник. Какая путаница в душах. Но нельзя не сознаться при всем извинении этих офицеров. В их дебошах проявилось, несомненно, имморальное разложение, дерзкое своеволие. И неуважение к святыне. И пренебрежение простонародью. Даже сама защита, будто бы обиженного и нищего, является ничем иным, как озарством. Пословица говорит недаром, что отрезвано умеет у пьяного на языке. О неволе вспоминаются другие подобные случаи, о которых говорилось раньше, и пьянство Маймаевского в Харькове, избиение редактора прибоя в Севастополе, и курящие штабные барышни в кожаных тужурках, и кража одеял женского училища, и 119 убитых. Нет, в описанном церковном скандале отразилась какая-то внутренняя гнилость добровольцев. Белое оказалось не везде и не у всех чистым. На это движение легло уже много пятен. Можно ли еще их отмыть? Генерал Врангел попытается это сделать, и он уже прибыл в Севастополь. Не помню, в то же вербное воскресенье или понедельник было собрание высших военачальников под председательством, кажется, генерала Драгомирова. Все было помнится 18 человек. Просился даже и я, чтобы мне позволили принять участие для поддержки генерала Врангеля. Но мне правильно отказали. Они не хотели давать повода к идее о всяких выборных началах, о демократических новшествах. Им был ближе и понятнее старый порядок назначения, особенно в военных делах. Говорили, будто некоторые составы собраний протестовали даже вообще против всякой выборности. И только указ генерала Деникина вынуждал их принять этот путь. Такая психология характерна, она показывает, как крепкие еще были старые порядки в душах Белой армии. Разразившаяся революция не сломила их. На собрании генералов присутствовал, конечно, генерал Врангель. И я на всякий случай привез из монастыря ту самую икону Божьей Матери, которую обещал дать ему, когда он возвратился в Севастополь. В это время у меня в Севастопольском доме присутствовал архиепископ Полтавский Феофан, о котором не раз упоминалось выше. В Крым съехалось тогда несколько архиереев-беженцев. Все они разместились по монастырям Херсонскому, Георгиевскому и Нкерманскому. Вдруг слышу к архиерейскому моему дому, теперь я уже жил не у Пономаревой, а в приходском доме при Петропавловском соборе подъезжает автомобиль, звонок, открываю. И передо мной вырастает фигура генерала Врангеля с его адъютантом Покровским. Кто не видал его, тот не может представить себе исключительной силы впечатления, производимой всей его фигурой внутренним духом. Необычайно высокий, а необыкновенно тонкий. В Кубанско-Казацко-Черкесске перетянутый поясом, с рукой покоящейся на кинжале в мягких длинных сапогах он сразу приковывал к себе внимание. Умные глаза, спокойное, открытое, уверенное лицо, совсем бритое. Естественность, поведение дополняли добрые и сильные впечатления. Но самое главное, что особенно важно было нам потом, это его способность воодушевлять и подбадривать своих сотрудников. Не раз бывало, перед лицом неудач мы опускали голову. Помню, на заседании Совета Министров, в котором принимал участие я, от имени Церкви. Мы все были чем-то подавлены. Но вот приезжает с фронта Врангель, и прямо на то же заседание. Мгновенно у всех поднимается дух, мы снова начинаем верить, в успехи уже улыбаются, все идет отлично. Но на этот раз генерал приехал без улыбки. Поздоровавшись с нами обоими по установленному обычаю, то есть приняв благословение, он повел такой разговор. Припоминаю мысли, отчасти слова по возможности точно. Владыки, я приехал к вам как к архиереям. Прошу вас высказать ваше церковное мнение. Сейчас во дворце идет заседание генералов по вопросу о выборе главнокомандующего. Назвали мое имя. Я соглашаюсь. Но при условии представления мне широких полномочий ради пользы дела, они же хотят каких-то ограничений, совещаний, я заявил, что он не согласен, на это встал и вышел в заседание, предоставив им одним договариваться. И вот решил использовать этот промежуток времени для визита к вам. Но сначала узнайте положение вещей. По человеческим соображениям почти нет никаких надежд на дальнейший успех добровольческого движения. Армия разбита, дух пал. Оружия почти нет, конница погибла, финансов никаких, территория ничтожна, союзники ненадежны, большевики неизмеримо сильнее нас и человеческими резервами и военным снаряжением. Что вы скажете? Несмотря на такую безотрадную картину, мы оба без колебаний ответили ему, что нужно брать командование, делать, что можно, а в остальном положиться на волю Божию. Ну хорошо, подкрепил он наш ответ. Тогда я напомнил ему, что обещал преподнести икону, она здесь. Он встал на одно колено по военному обычаю. Архиепископ Феофан, как старший, благословил его генерал, поцеловал икону, передал ее на руки впущенному теперь адъютанту Покровскому и стал прощаться с нами. Но перед самым выходом в коридор он неожиданно снова остановился и обратился к углу, в котором висел образ Спасителя, и подняв к нему лицо свое, устремив взор, начал молча молиться. Перекрестился раз, помолчал, перекрестился другой, тоже задержался третий так же, а потом сказал слух, «Ну Господи, благослови!» и провожаемый нами вышел к автомобилю. Но меня эти три креста его произвели большое впечатление. Благословение икону было обычным приемом, а это его собственная молитва была сверхпрограммой. Она говорила о его личной вере, о просьбе о помощи Божией, о предании себя и всего дела в руки промысла. Спустя 2-3 месяца я говорил, в Мелитополе речь на площади рассказал об этом случае, стоявший рядом пожилой бородач-христианин, перекрестился и сказал, «Ну, слава Богу!». Тем временем собрание генералов согласилось на условия в Эрангеле, и он стал главнокомандующим. 25 марта, если не путают дней, в день Благовещения был парад войскам. Отдохнули, почистились. Они производили бодрящие, прекрасные впечатления. Генерал, стоя у подножия памятника адмиралу Нахиму, произнес водошлённую речь, начав словами «Орлы!». Говорил и я о вере в победу, и об избранности генерала Петра Николаевича в Эрангеле. Настроение у всех было приподнятое. Снова загорелась надежда. Главнокомандующий пожелал, чтобы на место возглавителя духовенства армии и флота вступил я. Для меня это должность, исполняющий бывший при царе военной протопресс-фитер, отец Шавельский. Он к этому времени успел уже разочароваться в успехе движения и в высоком уровне добровольцев. Его необходимо было заменительным лицом с верой в лучшее будущее. Наш архиерейский синод согласился на желание генерала и назначил меня епископом армии и флота. Это был первый случай за 220 лет со времени Петра Первого, что во главе духовенства стал архиерей. Государственная военная власть прежде не хотела этого потому, что с протереем легче было обходиться, чем с архиереем. Тут оказалось виду господства государства над церковью. Но избранивание архиереем армии и флота тоже не означало улучшение церковных воззрений теперешнего правительства. Это было личным делом, главнокомандующая, по личной симпатии ко мне. Важной частью было и то, что я пользовался любовью севастопольцев. А это весьма нужно было и для военного дела. Так судьба меня поставила очень близко к самому центру белого движения в последний период его. Потом, как я уже отметил, я был избран представителем от церкви и Совета министров. Моё положение там было особое. Я, когда это было нужно, высказывал мнение церкви, не был очень обязан даже голосовать с прочими министрами. Председателем Совета министров был потом Кривошейн, бывший министр земледелия при царском правительстве. После Пасхи войска сразу стали готовиться к наступлению. А я перед этим поспешил познакомиться с ними на фронте и в первый раз попал в гущу военной среды. И глубоко разочаровался. Даже был потрясён вскрывшейся передо мной действительной картиной. Впрочем, немного я был предупреждён об этом ещё раньше одним из добровольцев. В день парада 25 марта ко мне приезжал с визитом генерал Богоевский. Редкой духовной красоты человек. Скромный, умный, деликатный, выдержанный, но и храбрый в деле. Светлые впечатления оставил он после себя, и таким был в эмиграции до самой смерти. Он был одним из первоначальников белого движения и сначала командовал партизанским отрядом, состоявшим из адвокатов, инженеров, журналистов, а главным образом из учащейся молодёжи студентов, гимназистов и кадетов различных военных корпусов, от чего и пошло название добровольческой армии кадеты. А вскоре после него ко мне заявился совершенно необычный визитёр в офицерской форме с большой, растрёпанной тёмной русой бородой, что теперь почти не встречалось у военных. Не пример эпохи царя Александра Третьего, водившего русский стиль, и в бороду. Пришедший сначала обратился в угол, где висела икона, и наложил три размашистых до самых плечей креста. Наши офицеры никогда этого не делали, как известно, но не успел я удивиться, как гость бухнулся мне в ноги. Что такое? Офицер – существо обычно щепетильное, и вдруг кланяется в ноги духовному лицу, который никогда не пользовался особенным почётом и любовью военных или аристократов. Тут опять невольно сказывался принцип господства государства над церковью. Первое, выше второй. Военные дворяне – представители государства, и поэтому им не пристало выражать своё уважение низшему классу попам, а уж унизиться до крестов при входе земных поклонов – дело почти неслыханное в истории за сотни лет. Говорю без преувеличения. Со временем Дмитрия Донского, просившего кайону-преклонину, думаю, так часто рисовали его благословению святого Сергия на рай с мамаем, я решительно не помню ни одного подобного факта. Ни одного. Обычно в военной среде офицеры называли полковых священников фамильярным именем Бати. Ну как, Батя, дела? Или во время игры в карты? Эй, Батя, ходи! В лучшем случае, если священник держал себя независимо, относились к нему корректно, но холодно, и таких не любили. Я совсем не думаю осуждать офицерцев за такую вольность, осуждать людей – самые неумные занятия, будто бы на их месте мы были бы лучше. На их месте. Всему в истории есть свои глубокие длительные причины и офицерские привычки. Не со вчерашнего дня появились. Нужны были два столетия со времен Петра Великого, чтобы они воспитались и укрепились. Но, к чести офицеров, нужно сказать, что они очень редко были безбожниками, хотя это скорее было доброй традицией и законом военного достоинства. Атеисты – это революционеры-социалисты. Я удивлённый в замешательстве поднимаю гостя, и он рекомендуется умело. Владыка, я не принадлежу к господствующей церкви, я старообрядец, но я почитаю и православную иерархию. Благословите. Моя фамилия – Ревушинский, известные московские богачи и учёные-купцы. Тут я понял всё – он не православный офицер. Старообрядцы же твёрдо хранят религиозные устои, пусть даже внешние, но держат их, а этим держат и своё старообрядчество, не сливаясь ни с православными, ни тем более с безбожной интеллигенцией. В последние десятилетия у них пошло разложение, но не так, как у наших интеллигентов. Я совсем не хочу ставить старообрядчество выше православия по существу. Наоборот, я на опытном знакомстве с ними убедился, что у них мало благодатного духа любви, смирения и многое самовнение, осуждение и даже озлобление. И вообще, их благочестие внешняя скорлупа. Например, помню такой случай. После объявления свободы вероисповедания в 1905 году, теперь после долгого времени запрещения, были открыты в Москве старинные храмы Рогорского Превоженского кладбища староверов. Как обычно и неверно, называли их в народе. Я зашёл посмотреть одну из этих церквей. Высокие ступени вели в него. Много главы ярко-красного цвета храм со старинными тёмными иконами понравился мне. Но внутри я странно ощутил какую-то духовную мертвенность и потому недолго задержался там. Выхожу обратно и вижу на паперте древнюю-древнюю маленькую сгорбленную худенькую старушечку лет 75-80. Мы все любим детей и стареньких. Я невольно улыбнулся ей ласково и помню, сказал «Здравствуй, бабушка». Я был одет в рясу и колобук в православном покрое. Для неё я был никонианин по имени патриарха Никона, преследовавшего старобрядцев. Никонианин же – это по числу Гантихриста. И понятно, что вся моя ласка была для неё хуже пули. Это искушение. И она, сгинув на меня, с неприкровенной злобой, не ответив ни слова, повернулась задом и пошла внутрь храма. «Боже, какая она жалкая и бесплодная!» – подумал я. «Да, всякий раскол оставляет в душе страшные следы отчуждений, злобы и вражды. Раскол по природе своей есть дело не любви и плод гордости». Так было всегда. Так это же самое мы видим и на современных раскольниках-эмигрантах, отделившихся от русской матери церкви из-за большевиков. «И все расколы, как коренящиеся в глубине души, изживаются весьма трудно и долго. Через 28 лет будет 300 лет, как отделили стареобрядцы, и пока мы не видим признаков примирения. Правда, и наши отцы 300 лет назад поступили круто и недостаточно любовно и осторожно, что не были снисходительны к обрядам вещи второстепенной. Легко разрушить, разбить единство, а как трудно восстановить его». Если Бог даст, завтра будем продолжать.